Небрежно, недобросовестно передергивал доказательства, он скомпрометировал себя перед судом, и иск был удовлетворен. Помните вот предыдущие списания с расчетных счетов, суммы пустяковые, примерно одна минимальная оплата труда, но дело в принципе, как говорится. И вот этот иск был удовлетворен. А что из этого вытекает? Вытекает очень важные последствия. Это означает, что заемщик прекратил свои обязательства перед банком. Теперь здесь начинается апелляционная инстанция, но она откладывается, пока не решится заседание в первой инстанции. Как мы уже с вами рассмотрели, уважаемые коллеги, это заседание закончилось выигрышем, пользуясь заемщиком. Поэтому результат совершенно оказался рискованный, потому что существует еще вторая апелляционная инстанция. Сам заемщик, то есть Марина Юрьевна, на всякий случай подает апелляцию. И на этапе апелляционной жалобы, когда все сроки уже прошли, отказывается от поданной апелляционной жалобы. Нас устраивает решение суда. Банк эти сроки пропустил. В результате вот это решение наступает законную силу со знаком плюс. И здесь, если основное обязательство заемщика прекратилось, то обязательство поручителя тоже прекратилось. Это закон. Таким образом, этот минус тоже поменялся на плюс. И здесь, в результате всего этого, банк получил то, что он получил. Один раз, как вы видите, придав заемщика, он получил ответное предательство. И в результате остался с неликвидным товаром. И давайте мы попробуем подвести итог с позиции дилеммы заключенного. Как вы думаете, вот это взаимное предательство сторонами, партнерами, это менее выгодная тактика, чем тактика компромисса и сотрудничества? По вашему мнению, уважаемые коллеги? Для обеих сторон. Да, для обеих сторон. Давайте рассмотрим. Дальнейшее продолжение отношений навряд ли будет. То есть, навряд ли заемщик получит кредит в этом банке. Да? Но вместе с тем, банк не получил полного возврата этого кредита. Хотя, если бы смягчил свои требования, то, скорее всего, мог рассчитывать. Даже вот конвертация валютного кредита в рублевый по справедливому курсу могла бы оказаться более выгодной операцией, чем торговля обувью. Это не профильный бизнес банка. Правильно? Вот давайте сделаем сейчас вот какое моделирование. Итак. А в действительности человеческий фактор всегда играет определенную роль, потому что ни одна организация не работает без ошибок. У нас в сложных конфликтах ошибки возникают объективно. Даже если мы до предела закона послушны, невозможно все отрегулировать. В последнее время намечилась тенденция в крупных компаниях, когда все дела вершатся в Москве. А на местном уровне, в регионах, сотрудники вынуждены согласовывать каждый шаг. Но даже такой стиль управления имеет свои изъяны. Во-первых, скорость принятия решения. В условиях кризиса необходимо решение принимать, опираясь на здравый смысл, по ситуации очень быстро. Выходит, что для крупной компании такое замедленное принятие решения тоже становится уязвимым местом. Именно уязвимые места в работе крупной компании будут атакованы. Неопределенно.